21 августа, 7 часов вечера, мы находимся в ресторане Gaga и осталось буквально 8 часов до нашего старта, до старта нашего велопробега по маршруту Киев-Одесса-Киев. Что мы планируем сделать? Мы планируем проехать 1 тысячу километров за 4 дня пути. Причем наш план достаточно дерзкий. Мы хотим в Одессу доехать в один прием, то есть без остановок в отеле, без длительных ночевок, ну может быть немножко нам там где-нибудь удастся поакимарить. А это как-никак 485 километров пути. По совету Косточкина Анатолия Васильевича мы дробим это расстояние на временные отрезки по 2,5 часа. То есть 2,5 часа едем, полчаса отдыхаем, 2,5 часа едем, полчаса отдыхаем. В наших планах держать среднюю скорость не меньше чем 20 км в час. Таким образом мы должны за сутки приблизительно проехать 400 км, ну а там уже останется 85 км. Я думаю нам удастся осилить эту дистанцию. С погодой нам повезло, обещают теплую погоду без осадков. Надеемся, что ветер будет побутный. И в случае, если мы доедем в один прием, у нас останется в запасе целый день, чтобы погулять в Одессе. Ну и назад мы уже поедем двумя кусочками по 250 км, либо 300 км и 200 км. Вот таким вот образом. Ну что, пожелаем нам отличного пути. Мы быстренько ужинаем, ложимся спать в 9 часов вечера. В 2 часа ночи у нас подъем и в 3 часа ночи у нас старт. Я уверен, что у нас все получится. Да, Владик? Хочу отметить, что едем мы на обычных стоковых велосипедах. Они не шоссейные. Мой велосипед со всем снаряжением весит приблизительно около 20 кг. У Влада велосипед полегче. В районе, наверное, килограмм 17 кг. Более того, Влад едет на топталках, то есть не на контактных педалях, а на обыкновенных, на которых ездит 90% велосипедистов. Поэтому ему будет сложнее всего. Я это четко понимаю, потому что, когда я ездил из Ковеша в Берлин, это тысячи километров, я очень хорошо ощутил на себе, что такое обычные педали. Сейчас я катаюсь только на контактах. И это небо и земля. Всем рекомендую переходить на контакт. Выпьем по стаканчику тархуна за успех нашего мероприятия. Итак, часыкс настал. На часах 3 часа ночи. Мы выдвигаемся в сторону Одессы, согласно плану. Едем сейчас 5 часов, потом перерыв полчаса. Владик, ты готов? Погода отличная. Около 25 градусов тепла. Надеемся, что днем будет она такая же, чтобы не было сильно жарко. Из еды. Лично у меня один сникерс и бутылка воды. Ну, по дороге где-нибудь что-нибудь будет. Вперед! 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 Конец 5 часов утра остановились на заправке вов и как обычно никакого сервиса чашку кофе 20 минут один человек на кассе один кофе аппарат работает и очередь человек 20 нет слов 42 гривны за 20 минут чашку кофе нет слов ну а в остальном мы всеми мильными шагами двигаемся в европу сахар начали по 3 грамма насыпать в один стик также как германия и вовский раньше я говорил что в украине круто у нас все стики сахара по 5 грамм вот обратил внимание бог начал экономить на сахаре 40 километров Итак, первую сотку мы преодолели приблизительно за 4 часа 10 минут чистого времени или 4 часа 35 минут грязного времени. Дорога до Белой церкви и километров 20 после нее просто превосходная. Ну а дальше в сторону Умани ремонт дороги пока закончился, на удовлетворительного состояния все радует, широкая обочина. Ну и надо отдать должное дальнобойщикам, они все обгоняют на безопасном расстоянии. Большое за это спасибо! Застенный комплекс, приблизительно в 15 километрах от Умани, если ехать со стороны Киева. Итак, уже 30 минут за полдень мы проехали 195 километров и остановились в селе Подибна, что приблизительно в 20 километрах от Умани, если ехать со стороны Киева. В этом селе есть вот такой вот интересный комплекс, гостинный двор называется. В нем есть баня на 10 человек с бассейном из комнаты отдыха. Баня стоит 270 гривен час, минимум можно взять на 2 часа. Ну и сказали, 8-10 человек помещаются свободно. Также на территории комплекса есть отель, номер стоит 600 гривен и вид номер 800 гривен. Ну и есть ресторанчик, кафе, дальше чуть-чуть небольшое озерцо. Очень чисто все, красиво, очень ухожено. Комплексу 5 лет, не старый, не молодой. И самое интересное, он находится в 300 метрах от трассы Киев-Одесса. Сюда стоит завернуть, это реально 300 метров, они так как обычно пишут на знаке 300, едешь 2 километра. Очень тихо, дорогу не слышно. Вот там вот мы разместились в такой чудесной беседке. Тенечек, она продувается. И девочки очень внимательные, обслуживающий персонал, очень отзывчивые. Тут вот такой классный уменский лимонад, 22 гривны бутылка. Порция борща стоит 50 гривен, пиво, баллонь светлая 24 гривен. Цены, можно сказать, смешные, умеренные, ни дорого, ни дешево. Порция борща стоит 50 гривен. И так, около 4 часов вечера мы преодолели психологический барьер, половину пути пройдено. Мы проехали 238 километров. До этого у нас ушло около 10 часов включения педалей. Педалей длибо около 13 часов в разное время. Самочувствие отлично. Нам повезло очень с походой, потому что не жарко сегодня. Ну и ветер тоже попутный. Мы идем с хорошей греческой в город. Так что продолжаем наше путешествие. Ориентируемся на время прибытия в Одессу. 5 часов утра воскресенья 23 августа. Раундам. Раундам. Продолжение следует...